Правительство России совместно с Госдумой разработало законопроект о горячем питании для детей в школах. Предполагается, что часть расходов понесет федеральный бюджет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минпросвещения. О необходимости вести в школах полноценное и сбалансированное горячее питание премьер-министр Дмитрий Медведев говорил во время отчета перед Госдумой в апреле. По словам председателя правительства, нормы питания школьников должны соблюдаться в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам. Поводом послужили обращения из некоторых регионов, где школьное меню для льготных и нельготных категорий детей разнится. Например, одни получают кашу, другие котлеты с гарниром. Как сообщили в управлении образования Чувашии, в чебоксарских школах никакого разделения нет. Все дети, независимо от того, имеют они льготы на оплату питания или нет, получают одинаковые блюда.